Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала Радуга-3, в студии Анастасии Кудряшова. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Работайте, братья! Под таким девизом прошла акция, посвященная памяти погибшего полицейского. С расчетом на Красную площадь победители конкурса «Мое Отечество» отправились на экскурс в столицу нашей Родины. Герои-силачи, сергиевские представители пауэрлифтинга стали победителями домашнего турнира. Время юношеского спорта. В минувший выходной в Суходоле прошли сразу два соревнования среди молодых спортсменов. Работайте, братья! Под таким девизом прошла акция, посвященная памяти погибшего полицейского Магомеда Нурбагандова. Ее организовали Сергийский губернский техникум и отдел МВД России по Сергийскому району. Цель акции – почтить память погибшего лейтенанта, а заодно и рассказать молодому поколению о его доблестном поступке. Здравствуйте! Сегодня проходит акция «Работайте, братья! Помните, пожалуйста, Героя России!» Конечно, 10 июня погиб. 30 сентября около здания сергиевской полиции состоялась акция, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова. Сергийский губернский техникум совместно с РОВД по Сергийскому району решили напомнить всем об отважном поступке дагестанского лейтенанта. Уже в половине девятого утра участники акции были наготове. Внимательны, сосредоточены, в руках стингеры с надписью «Работайте, братья!» Эта фраза – последняя, что произнес перед смертью Магомед Нурбагандов. Прошло совсем немного времени, и сегодня все знают имя Героя. А его посмертные слова словно призывают сплотиться каждого гражданина нашей страны. Это выражение не только сплотило сотрудников полиции, но и всех жителей как Сергийского района, так и всей России. Считаю, что он поступил как настоящий герой, потому что, будучи действующим сотрудником МВД и находясь перед таким нелегким выбором, точнее даже сказать, выбора вообще у него не было, он остался верен своему долгу и присяге. Стингеры вручили практически всем сотрудникам полиции. Некоторые из них, получив наклейку, сразу же приклеили ее на стекло рабочего автомобиля, как знак памяти и почтения. Помимо вручения стингеров, студентки Сергиевского техникума напомнили каждому полицейскому историю Магомеда. Сами девушки знают ее наизусть и уверены, что об этом должен знать каждый. Ведь погибший лейтенант – герой и пример не только для сотрудников полиции, но и для всех граждан. Он совершил великий поступок. Это отразилось тем, что он остался при своем мнении, он был патриотом, но очень жаль, конечно, что он погиб в таких пытках и очень жаль ли его родителей. Он герой России, мы должны помнить таких людей. Напомним, Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Он являлся лейтенантом полиции управления вне ведомственной охраны по республике Дагестан. 9 июля Магомед вместе с родственниками отправился на отдых в лес. С утра к их палатке подошли пятеро вооруженных человек. Произошел конфликт, в ходе которого был застрелен двоюродный брат Магомеда. Обнаружив у Нурбагандова полицейское удостоверение, нападавшие затолкали его вместе с братом в багажник машины и отвезли подальше в лес. Связав Магомеда, преступники включили камеру мобильного телефона и заставляли его отказаться от службы в полиции и к тому же призвать своих коллег. Нурбагандов, напротив, призвал их остаться на службе, сказав, работайте, братья, после чего был застрелен. 21 сентября Магомед Нурбагандов удостоен звания Героя России посмертно. Магомед Нурбагандов погиб, но он погиб как настоящий герой. И эта история еще долгое время будет жить в сердцах миллионов неравнодушных граждан. А акции, подобные этой, позволяют в очередной раз напомнить всем, какой должна быть настоящая доблестная полиция. И помнить и чтить память Магомеда. Валентина Поликарпова, Руслан Зубарев. Для информационной службы телеканала «Радуга-3». Далее, итоги мониторинга цен торговой сети Сергеевского района за минувшую неделю. Информация предоставлена официальным сайтом администрации муниципалитета. По данным оперативного мониторинга в торговой сети Сергеевского района, с 22 по 29 сентября текущего года в некоторых торговых точках наблюдается небольшой рост средних розничных цен на виноград, огурцы, томаты, яйца, апельсины, макаронные изделия, рыбные консервы, крупу рисовую, сыр твердый. Между тем, зафиксировано и снижение средних розничных цен на масло подсолнечное, молоко, сметану, крупу гречневую, мясо кур, говядину, свинину, мандарины, бананы, капусту, перец, морковь, лук, картофель и яблоки. Цены на все виды топлива не изменились и по состоянию на 29 сентября составляют. На бензин марки 92-го от 33 рублей 80 копеек до 35 рублей за литр. На бензин марки 95-го от 37 рублей 40 копеек до 38 рублей 10 копеек за литр. И на дизельное топливо от 33 рублей 20 копеек до 35 рублей 68 копеек за литр. В четверг 13 школьников и юных жителей Сергийского района отправились в долгожданную и вполне заслуженную поездку в столицу нашей Родины, в Москву. Она стала наградой за победу в районном конкурсе «Мое Отечество». В этом году тема конкурса была посвящена 165-летию Самарской губернии. Цель – воспитание и развитие у растающего поколения, интересы к истории родного края, к творчеству местных поэтов и писателей, а также создание виртуальных экскурсий об историческом наследии Сергийского района. Радостные лица, веселый смех, волнение в глазах и гордые улыбки родителей. С такими эмоциями началось в четверг, 29 сентября, путешествие из Сергийска в Москву. Преодолеть такой неблизкий, но захватывающий путь предстоит победителям районного конкурса «Мое Отечество». Напомним, конкурс «Мое Отечество» стартовал уже в 11-й раз весной текущего года. Он посвящен 165-летию Самарской губернии, главная тема – Сергиевская галерея личностей. Основной целью конкурса стало развитие интереса к истории родного края, к творчеству местных поэтов и писателей, а также создание коллекции виртуальных экскурсий об историческом и краеведческом наследии Сергийского района. Команд, занявших призовые места, всего четыре. Это участники молодежной телестудии «Шаг», а также учащиеся с Ургутской, Серноводской и Второй Суходольской школы. Представленные на конкурсе проекты разнообразны. Мы представляли Сергиевскую галерею, галерею наших соотечественников, которые вложили в наш поселок большой вклад. Писатели, композиторы, очень было много собранной информации, которую мы достойно представили и заняли второе место. Представили короткометражный такой вот фильм, ну как фильм, фильм-экскурсия была. Мы были на телерадиовышке, мы там провели экскурсию для себя же как раз. Было очень интересно, зрителям понравилось все это. Мы получили третье место. Долгие часы в библиотеках, музеях и вот результат. В 11 часов утра 13 победителей отправились в столицу, где их ждут экскурсии по Арбату и Красной площади. Ребята посетят московские музеи и даже побывают на студии Мосфильма. У нас буря эмоций, которые мы хотим просто всю Москву обойти за эти пять дней. Для нас это очень важно. Хотим взять эту всю энергию из Москвы и принести нашим ребятам в школу, рассказать, как там все было. Часы пробили и вот победители, собрав свой тяжелый багаж, с улыбками выходят на площадь, где их ожидает автобус. Волнительное предвкушение поездки, веселые болтовня, а на прощание, общая фотография, объятия родителей и в путь к заслуженным приключениям. Валентина Пликарпова, Руслан Зубрев, информационная служба телеканала «Радуга-3». На этой неделе, а именно 26 сентября, мы отмечали Всемирный день контрацепции. В этом году его празднуют уже в десятый раз. Цель – снижение высокого уровня незапланированных беременностей. А главный девиз – контрацепция – это ваша жизнь, это ваша ответственность. В честь этого события в Сергиевском районе провели акцию для студенток губерского техникума – организаторы Дом молодежных организаций совместно с Центральной районной больницей. Они смущались, застенчиво отводя взгляд, шептались и переглядывались. Студенты губерского техникума, а именно девчонки из нескольких групп, как начинающих обучения, так и последующих курсов, оказались слушателями лекции на чекотливую тему. Речь шла о контрацепции, о ее необходимости, видах и результативности. Используя презентацию со всей необходимой информацией, выступила перед ними врач-акушер-гинеколог Сергиевской Центральной районной больницы. Она озвучила рейтинг среди используемых и предлагаемых рынком средств контрацепции, отметив наиболее распространенные из них – коки, спирали, спермициды. Давала рекомендации по использованию средств в зависимости от возраста, деторождения и образа жизни. Сегодня проводим такое мероприятие по обучению нашей молодежи методом контрацепции и предупреждению нежелательных беременностей, то бишь абортов. Большое сейчас разнообразие по контрацепции, поэтому мы хотим, чтобы молодежь знала об этом, чтобы были вооружены, предупреждены и не было нежелательных беременностей. Лекцию подобной направленности провели в рамках Всемирного дня контрацепции. Он был учрежден в 2007 году по инициативе ряда организаций, специализирующихся на вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи. Инициатором проведения акции выступил Дом молодежных организаций. И мы как организация, которая работает с молодежью, нам не безразличны проблемы молодого поколения, именно их здоровый образ жизни, чтобы они вели. И поэтому мы решили организовать и провести информационную лекцию совместно с Сергеевской центральной районной больницей. Пригласили врача-гинеколога, чтобы она провела им такую информационную лекцию и показала презентацию, из которой девушки Сергеевского губерненского техника, думаю, сделают для себя выводы. На сегодняшний день потребность в расширении знаний о контрацепции среди молодых людей возрастом от 15 до 25 лет крайне велика. Ведь именно в этом возрасте юные девушки и парни чаще всего сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Важно, чтобы подростки обладали полной и точной информацией о способах контрацепции, так как их сексуальное поведение в эти годы может наложить серьезный отпечаток на всю их дальнейшую жизнь. Ну, контрацепция нужна для того, чтобы, ну вот если представим, что ее не было бы, то могут быть такие последствия, которые помешают дальнейшим жизням. И многим людям оно помогает. В современном мире проблема полового воспитания стоит довольно остро. Венерические заболевания, нежелательная беременность – это проблемы, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения к средствам контрацепции. И, к сожалению, Россия по числу абортов сейчас занимает практически первое место. Однако статистика Сербийского района говорит об обратном. Если в прошлом году на аборт шли 196 женщин, то в этом году таких порядка 86. Произошло значительное сокращение, и этому способствуют в том числе подобные акции. Анастасия Кудряшова, Александр Семкин для информационной службы телеканала «Радуга-3». Всемирный день пожилого человека мы будем отмечать вот уже завтра, 1 октября. Основная цель данного праздника – привлечь внимание общественности к людям мудрого возраста. Ежегодно в Сербийском районе в честь этого события проводят месячник в защиту старости. Различные концерты организуются во всех поселениях. В четверг местом приведения очередного такого мероприятия стало поселение Суходол. Первые дни октября отмечается Всемирный день пожилого человека. Данный праздник организован и проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам людей пожилого возраста, их участию в жизни общества, условий для реализации их внутреннего потенциала. Стало доброй традицией во второй месяц осени на территории Сербийского района проводить месячник в защиту старости. В его рамках организуются концерты, вечера отдыха, честование от долгожителей. Проще говоря, делается все, чтобы люди мудрого возраста не почувствовали себя забытыми, оказавшимися, так сказать, на обочине жизни. В четверг душевный и теплый вечер прошел Суходоле. Все мы с вами рождаемся, растем, взрослеем, обзаводимся детьми, работой, бытом, семьей, друзьями. И, наверное, наступает такое время, когда мы начинаем размышлять как-то иначе. Мы становимся мудрее. Разрешите вам выразить огромные слова признательности за умение жить, за ваш оптимизм, за вашу активность. Ведь ни одно мероприятие Суходоле в районе не проходит без вас, людей мудрого возраста. В зрительном зале не было ни одного свободного места. Это и неудивительно. Ведь для пожилых людей подобные мероприятия – это лишний повод для встречи и общения, которого у них с каждым годом в силу возраста становится меньше. Концерт в нашем возрасте уже все время какая-то отдушина. Вырваться из обыденных своих дел, выйти на людей, посмотреть себя, показать. Суходол – нефтяная колыбель муниципалитета. Большая часть жителей старшего поколения – это люди, которые не просто жили и работали на благо Родины. Их руками и трудом расцветала Сергиевская земля. Поднималась только зарождавшаяся нефтяная отрасль. Одним из таких работников был Андрей Андреевич Кузин. 29 сентября он отмечал еще и день рождения. Как сам признается, так называемой «нефтянке» отдал не только всю жизнь, но и часть души. Мы думали, эту работу не переработаем. Мы чувствовали, что мы нужны на работе. Потому что чувствовали, что если я эту работу не сделаю, за меня ее никто не сделает. Надо, значит, надо все время работать и так. Бурные аплодисменты звучали в адрес всех поднимавшихся в этот день на сцену. Памятными подарками были награждены ветераны, отдавшие многие годы на благо добычи нефти в Самарской области. Звучали и слова благодарности. Мне очень приятно находиться рядом с вами, рядом с вами в этом строю, равняться на вас. Равняться на тех людей, которые своим трудом, своим подвигом, самотверженностью сделали все то, что мы сейчас имеем. За это вам огромное спасибо. За это вам низкий поклон. Помимо всего прочего, для собравшихся выступали и самарские артисты, подарившие яркую часовую концертную программу. В ближайшие недели мероприятия в рамках месячников защиту старости пройдут во всех поселениях нашего района. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В этом году Сергийский район открыл для себя новый вид спорта. С недавних пор под крышей Суходольского спортивного комплекса проходят соревнования по пауэрлифтингу. Вообще же до конца 2016 года планируют провести четыре соревнования областного масштаба. Минувшие выходные состоялись очередные состязания самых сильных спортсменов губернии. Это одновременно удивляет и завораживает. Когда смотришь на то, как молодые люди, кто с видимой легкостью, а кто с великим напряжением, справляются с тяжеленным снарядом, это не может не вызывать восхищения. Пауэрлифтинг – вид спорта, который в последнее время все больше завоевывает почитателей на территории Сергьевского района. Способствует этому соревнованию, которое в 2016 году стабильно проходит на базе Суходольского спорткомплекса. В мае здесь состоялся дебютный турнир, а в минувшие выходные прошел чемпионат Самарской области по классическому троеборью. Соревнования по пауэрлифтингу проходят в трех дисциплинах. Это в приседании, в жиме лежа и в тяге штанги. Эти соревнования отличаются от тех соревнований, которые проходили весной, тем, что соревнования проходят без экипировки. То есть без дополнительных, скажем так, опций для атлета, которые помогают развить больший результат. Это трико, наколенники. В этом виде программы нужный результат продемонстрировать куда сложнее. Ведь без дополнительной экипировки приходится выкладываться даже не на 100, а на 150 процентов. Поэтому каждый, кто в течение двух дней выходил на помост, заслуживал победы уже тем, что отдавался борьбе полностью. Среди участников были представители тяжелой атлетики. В частности, в одной из весовых категорий за победу боролся мастер спорта Илья Попов. Пауэрлифтингом профессионально не занимается, но время от времени принимает участие в состязаниях. В этот раз ему не было равных. Самарский спортсмен поднял вес с видимой легкостью. На самом деле, не на пределе пока работал. Перерыв был, летом отдыхал. И немножечко коленок побаливает. Из-за этого пришлось только за пасиком делать. Упражнения пересекаются. То есть приседания мы в тяжелой атлетике постоянно делаем. Из-за этого это мой конек. Тяга, вот, жим, конечно. Иногда приходится там раз в неделечку делать для профилактики. А так я специализированно по рулифтингам не занимаюсь. Именитый спортсмен первый раз в Сельгинском районе, естественно, поделился с нами впечатлениями от увиденного. В частности, высоко оценил главное спортсооружение муниципалитета. Удивлен, что такой большой спорткомплекс. Все классно, нравится. На стадиончике посидел перед соревнованиями, посмотрел на травку. Классно. Ну, мне очень понравилось. Как уже говорилось выше, состязания по пауэрлифтингу проводились в течение двух дней. За это время на помост выходило около ста как юных, так и взрослых спортсменов. Сборная Сельгинского района была представлена достаточно сильными атлетами. В первый день высокие результаты продемонстрировали женщины. Так Елена Лукьянова завоевала первое место в категории до 52 килограммов. А Екатерина Силантьева не имела себе равных в весе до 72 килограммов. Во второй день настал черед мужчин. В командном соревновании снова не было равных представителям спортивного клуба «Олимп». Первое место в личном зачете в своих весовых категориях завоевали Кирилл Агафонов, Евгений Ефимов, Константин Климов и Евгений Турков. В общей сложности на пьедестал подчета поднялись 9 наших атлетов из 11, а Евгений Турков завоевал серебро в абсолютном зачете чемпионата в Самарской области. Тем не менее, несмотря на высокий результат, почивать на лаврах триумфаторам не придется. Дело в том, что до конца года под крышей Суходольского спортивного комплекса пройдут еще два соревнования. По календарю соревнований областной федерации пауэрлифтинга в нашем районе заявлено 4 соревнования. Это соревнования, которые проходили в мае, соревнования, которые проходят сейчас в сентябре. Будут соревнования 5-6 октября и в ноябре ориентировочно 18-19 числа. Таким образом можно смело говорить о том, что пауэрлифтинг окончательно освоился на Серьевской земле. Гости охотно едут к нам соревноваться в Федерации в Яслали, в список объектов для проведения различных турниров. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Сентябрь – это время начала спортивных соревнований у школьников. Всего неделя осталась до начала Кубка Льва Яшина, главного футбольного турнира. Но не менее важным является и выступление наших молодых спортсменов на соревнованиях в рамках областной спартакиады. На прошлой неделе футбольные команды уже начали выяснять отношения. А вот волейболисты пока готовятся. На прошлой неделе на базе Суходольского спортивного комплекса проходило сразу несколько турниров среди молодых спортсменов. На стадионе «Олимп» в течение двух дней отношения выясняли команды в рамках зонального этапа областной спартакиады учащихся по футболу. Восемь коллективов боролись за две желанные путевки в финал. Естественно, сборная Серьевского района являлась на данной стадии безоговорочным фаворитом. В отчетном турнире наша команда играла все свои матчи в группе А вместе с коллективами из Елховского, Шанталинского и Исаклинского районов. В итоге Елховка была переиграна со счетом 3-0. Шантала 2-0, также три мяча получили в свои ворота представители Исаклинского района. Победы в трех матчах позволили хозяевам завоевать первое место в группе, вторая строчка протокола у Исаклинской команды. В другой группе сильнейшим оказался Красный Яр. Красноярские футболисты переиграли оппонентов из Кошкинского и Клявлинского районов, а с Челновершинами сыграли в ничью. В полуфиналах, которые и были решающими в определении тех, кто сыграет в финальном этапе спартакиады, Серьевск переграл Челновершины 2-0, а Красный Яр одолел Исаклы 4-2. В заключительных матчах турнира Исаклы переиграли Челновершины 1-0, а наш коллектив забил три безответных мяча в ворота Красного Яра. Таким образом, Серьевск завоевал первое место и вместе с Красным Яром выступит в решающем этапе областной спартакиады, игры которого пройдут в середине октября в Суходоле. У волейболистов же зональные этапы спартакиады Самарской области пройдут не ранее ноября. Пока же проводится отбор лучших игроков для сборных команд. Для этого организуются соревнования в рамках спартакиады школьников района. Состязания данные состоялись в субботу. В общей сложности в них приняло участие 14 коллективов юношей и девушек. Места в итоге распределились следующим образом. У юношей первое место у Серьевска, второе у команды Сургут, а третье у Воротнева. У девушек также не было равных серьевским волейболисткам. Вторыми стали в итоге представительницы Калиновки, а третье место у сургутских спортсменок. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Футбольный сезон приближается к своему завершению. Осталось провести два тура первенства области. Несколько юношеских турниров, среди которых главный – кубок Льва Яшина. Не завершен еще и чемпионат Сергийского района. Здесь по выходным проходят перенесенные ранее матчи. В воскресенье на Суходольском стадионе отношения выясняли те, кто еще имел шансы на бронзовые медали чемпионата. Олимп и буровые технологии. Подопечные Евгения Кузнецова в последние месяцы были сконцентрированы на борьбе за золото-перевество области, поэтому у них накопилось несколько перенесенных матчей. Буровые технологии ввиду занятости многих футболистов на производстве не смогли завершить программу турнира в срок, а посему также имели долги. В первом круге Олимп коллектив в желтой форме одержал во многом сенсационную победу над соперником со счетом 4-0. Тогда буровики вышли в неполном составе и серьезного сопротивления молодому поколению игроков оказать не смогли. На сей раз все было как раз наоборот. Хозяева поля не сумели собрать 11 футболистов, поэтому вышли на поле в меньшинстве. А вот дружина Кирилла Григорьева 25 сентября была настроена весьма решительно. Сильнейшие игроки должны были решить главную задачу – победить с разницей в 4 мяча, чтобы иметь преимущество по сумме очных противостояний. В первом тайме тотальное игровое и территориальное превосходство имели за собой буровики. Команда в красно-синей форме создавала больше голевых моментов, и нет ничего удивительного в том, что именно буровые технологии первыми добились успеха. Более того, до перерыва коллектив довел счеты до крупного 3-0. После отдыха Кирилл Григорьев с товарищами продолжали доминировать. Молодые игроки Олимп отвечали редкими контратаками. В одном из эпизодов Олимп заработал право на 11-метровый удар, который четко реализовал Андрей Девяткин. На это буровики ответили двумя своими точными выстрелами. Финальный итог – 5-1 в пользу буровых технологий. Григорьев отметился хет-триком. По одному мячу в составе победителей забили Александр Николаев и Максим Лукьянов. В чемпионате осталось провести еще несколько встреч. В частности, Олимп должен сыграть с нефтяником, а буровые технологии – со Скифом, который уже стал чемпионом. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Далее слово нашим самарским коллегам. Мы переходим к новостям губернии. Забота и внимание для них дороже всего. Тем, кто помогает людям после выхода на пенсию не потерять интерес к жизни. Накануне Международного дня пожилого человека присваивают звание и вручают почетный знак губернатора. Галина Георгиевна работает с пожилыми людьми уже 12 лет. В Союзе пенсионеров организованы компьютерные курсы, юридические консультации. Занятия прикладным творчеством проводятся спартакиады. Если оценивать в целом по области, я считаю, что тоже очень много внимания уделяется этой работе. Министерством социально-демографической и социальной политики. Ну и лично губернатором Николаем Меркушкиным. Потому что без поддержки правительства понятно, что эта работа как бы не имела большого такого успеха, какой она имеет сегодня. В регионе существует около 30 мер социальной поддержки. Самарская область – первая, где стали создавать приемные семьи для пожилых людей. На сегодняшний день их уже почти 200. Соцработники помогают пенсионерам на дому, а в круглосуточных стационарах проживают почти 5000 человек. Чтобы они не чувствовали себя одиноко, работают целые системы. Здесь собираются люди, которые на самом деле прошли жизненный путь. Каждый из вас такой жизненный путь, который может стать примером для сотен, тысяч, а может быть и десятков тысяч людей. Еще раз с вас праздником, добра вам, благополучия вам, ну и конечно здоровья прежде всего. Спасибо вам. Тренеру школы высшего спортивного мастерства Владимиру Михайловичу Кузнецову, подготовившему чемпионов и призеров СССР, России, мира, Европы и Олимпийских игр, губернатор вручает памятный знак – Куйбышев запасная столица. А Самарскому дворцу ветеранов передают символы города трудовой и боевой славы. Министерство социально-демографической и семейной политики глава региона дает указания. В ближайшее время узнать, какая помощь требуется каждому пожилому человеку и постараться ее оказать. Я очень надеюсь на то, что у нас люди, которые обделены вниманием, их не так много и нам бы хотелось их выявлять и искать для них те варианты поддержки, которые для них действительно необходимы. Мария Шпакова, Дмитрий Алатырцев, новости губернии. В регионе будут собирать швейцарские машины для уборки снега и мусора. Соответствующее соглашение подписано между правительством Самарской области и компанией Марсель Бошунг Эйджи. Реализация проекта рассчитана на три года. Руководство иностранного предприятия выбрало регион не случайно. Здесь сосредоточен выпуск комплектующих и деталей автопрома. В качестве площадки рассматривается особая экономическая зона Тольятти. Как отметил губернатор, в Автограде сегодня много специалистов, которые смогут наладить производство. Тем более город получит статус территории опережающего развития. Очень следовательно, во всех отношениях. Там есть люди освобожденные, высвобожденные, только-только. Можно отобрать людей, готовых, подготовленных, готовых работать. Плюс вот эти экономические условия, экономические условия. Ну и с учетом инженерной мысли, общей культуры инженерной, мы будем это тоже помогать, продвигать. Я люблю вкладывать в развитие, в образование. Это бы дало очень хороший эффект. Тем более этим не только мы занимаемся, этим занимается правительство Российской Федерации. Детали будут прорабатываться специально созданной группой. Также на встрече речь шла о поставках самой уборочной техники. Для региона нужно порядка 500 машин, в том числе для обслуживания дорог и тротуаров, как в зимний, так и в летний период. Ситуация в России изменилась. Потребность нашей техники понятна. Она есть не только в Самаре, но и в других регионах. При этом мы, естественно, видим перспективы на будущее. Тем более мы не зависим от различных ограничений и санкций. Поэтому мы готовы проводить локализацию производств по разным технологиям, создавать новые, ведь машины должны отвечать современным потребностям. К тому же наши машины простые в использовании. Вечер-портрет. Владимир Павлович Орлов. Русский характер. Здесь и рассказывают, и демонстрируют. Его жизнь, события буквально каждого года. Человек-глыба. Кумир или образец для подражания. Так говорят о нем его коллеги. При этом он никогда сам не афишировал свои достижения. Считал это лишнее. А Грусомольская работа? А работа с детьми? Ты, Абов, не скромничай. Не скромничай. Не надо, когда ты садись. Пиши. С инициативой провести памятный вечер выступили почетные граждане региона. Идею поддержал губернатор. За 12 лет руководства областью с 67 по 79 годы Владимир Павлович Орлов сделал много. При нем были построены химкомбинаты в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Началось возведение Волжского автомобильного завода. Дала свою первую продукцию Куйбышевская шоколадная фабрика «Россия». Куйбышевская шоколадная фабрика «Россия» – крупнейшая в Европе. Ей всего лишь 4 года. Но за это время освоено сложнейшее оборудование, налажен технологический процесс, создан коллектив, который добился многого. В это время появились монумент славы, речной порт, дом актера, кардиологический центр, открылись государственный университет, «Железнодорожный институт» и «Институт культуры». С 1976 по 1980 год каждый четвертый житель области смог улучшить свои жилищные условия. Тогда же в регионе возвели два дворца спорта. Началось капитальное благоустройство набережной. Было принято решение о строительстве метро. Большое внимание он уделял и сельскому хозяйству. Коллеги вспоминают, к аграриям он всегда относился с большим уважением. Понимал, насколько тяжелый труд. Для нас, сельчат, Владимир Павлович был кумером. Образцом высокой порядочности. Человеком слова и делом. Все коллеги, начиная рассказ, говорят, «Мне посчастливилось с ним работать». Тогда Куйбышев зазвучал по-другому. Он умел выстроить диалог с центром и объяснить, почему нужно на его территорию обратить особое внимание. Стройка за стройкой. Всего за 12 лет область стала другой. О нем, говорят, удивительный. Сложно представить, как человек мог успевать все. Сын вспоминает, отец его никогда не воспитывал, но дети всегда понимали, как надо себя вести. Он брал с собой на рыбалку, на охоту. И там видно было, как себя надо вести, как надо. И потом видно, как он работал. Мы с братом видели. Ведь вот мы поехали на рыбалку. Мы на рыбалку поехали. Нас сажали где-нибудь на озере, там мы с уточками развлекались. А они по полям, по полям, по полям. И к вечеру возвращались. Перепусили и ели домой. Он никогда не командовал, говорят близкие. Он руководил. При нем Куйбышевская область вошла в пятерку наиболее развитых в экономическом и социальном отношении регионов страны. Губернатор подчеркивает, людей, которые сделали для области столько, нужно помнить и чтить. Без прошлого нет настоящего. Тем более будущего. Если будут молодые люди, пример брать таких, как он, то мы точно будем жить в великой стране, сильной стране. Будем на самом деле оставить детям много прав, много землю и страну. Ту, которой они могут и гордиться, и продолжать дальше. Он и столь приятный, который нам все это передали. Передали и мощь, и силу. Проводят параллель в этот вечер воспоминаний и с нынешним временем. Сейчас, как и в 70-е, область переживает буквально второе рождение. Возвращает лидирующие позиции. Николай Иванович и Меркушкина часто сравнивают с Владимиром Павловичем Орловым. У руководителя области один девиз. Сначала о родине, потом о себе. Знаете, мне наш губернатор Николай Иванович тоже кажется, что он многим похож на отца. По крайней мере, общением с людьми, вот желанием понять человека и через это понимание сделать что-то разумное. Не хорошее, а разумное именно. Он не боится говорить правду. Он не боится говорить об ошибках, о том, что предстоит сделать, сколько это стоит в конце концов. Уже известно, что имя Владимира Павловича Орлова увековечит на аллее гордость, честь и слава Самарской области. В Самаре может появиться и улица, названная в его честь. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Александр Каракулько. Новости губернии. И на сегодня это все новости. Далее по традиции прогноз погоды на завтра. Ная информационная служба продолжает для вас следить за развитием событий. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. В субботу, 1 октября, жители Сергиевского района ожидают облачная погода. Местами возможны дожди и туманы. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Субботу, 1 октября,